Доброе всем время суток, насколько это возможно. Вшел такой вопрос. Мы знаем, что Тора происходит от слова хора-а. Хора-а – это указание. То есть Тора должна мне указывать, что мне делать в повседневной жизни. И очевидно, что законы, которые мы учили в десяти речениях, классические «не убивай», «не укради», «соблюдай шаббат», как «честность в бизнесе», о которой мы говорили в главе Мишпадима. Это очевидная вещь, и, конечно, меня это учит, тому, что я должен делать или не делать. Но при этом у нас есть пять глав, которые занимаются разными деталями. То, что называется «Скиния завета», «Мешкам», «Табернаколам» называется разными словами. «Переносной храм в пустыне». В общем, Тора повторяет, как это было сказано, как это было сделано и т.д. И есть очень много деталей про разные балки, крючки, подножия, покрывала. Мельчайшие детали из сосудов Мишкана. Чему это меня учит? Чему это меня может учить? Это занимает какое-то непропорциональное место, казалось бы, в книге «Шмот». Почему... Почему... Чему это меня должно учить? Вы понимаете вопрос? Да, у вас есть какие-то идеи, чему это меня должно учить? Ну, на более высоком уровне это должно нас учить, что все вещи, все детали важны в жизни. Да, совершенно верно, что все детали важны, но я бы не... Это можно было написать в одном, двух, трех предложениях и перечислить детали, и сказать, что они важны. Совершенно верно. Да, я как-то очень-очень давно учил с таким раввином Рафмушеушпиза, и он говорил, что... И сейчас мы это видим даже, да, вот были новости про Боинг, там не про кого-нибудь сказано, что там какие-то небольшие детали могут привести к аварии большого самолета. Да, то есть небольшие детали важны, то есть если в самолете там незакрученный винтик или неправильная запчасть треснутая может привести к очень серьезным проблемам, то и в служении Всевышнего детали важны. Вообще есть такой подход к жизни, что жизнь строится из деталей, поэтому когда человек, как говорится, из мелочей иногда, казалось бы, но на самом деле, когда эти мелочи, так сказать, аккумулируют, аккумулируются, то собираются, то это уже не мелочи. И да, 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 ну зачем пять глав, да, вы почитаете текст книги Шмот, и вы видите, что там повторение за повторением, да, мы, у нас есть заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», это одно предложение, вы автор Лереха Камоха, да, «У нас есть намеки на различные законы субботы, которые учат из всяких намеков Кигара Рим от Луи Мальсиара, как горы, висящие на волоске», да, а тут повторение за повторением, у нас вообще не сказано, как резать скотину, вы кашерцы видите, да, режьте ее, как я вам повелел, а как повелел, в Торе в письменной не сказано, вот у устной Тора, да, а тут есть место для всех тех повторений, это выглядит необычно, вы согласны с этим? Да, безусловно. Да, давайте посмотрим на несколько интересных вещей, которые могут дать ключ, мне кажется, к ответу на этот вопрос. Во-первых, в главе Трума, да, которую мы читали, перечисляются детали Мишкана. Мишкан, кстати, есть интересное различие Мигдаш и Мишкан, да, Мишкан переводится как храм, святилище, храм, а Мишкан это как табернакл, там, где пребывает Всевышний. И Орах Хахаим, комментатор, который связан с глубинными, так сказать, слоями Торы, он говорит, что это не случайно, что Мигдаш это то, что мы делаем, да, например, что такое Леогдиш? Это отделить, да, Кадош, 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 да, это отделенный на, так сказать, многих уровнях, здесь упоминается три, да, а Кедушин, свадьба, отделение, да, то есть пара как бы выделяется в семью, да, а Хекдеш это что-то, что отделено для храма, имущество отделенное для храма. Это может быть отрицательное, как Кадеш, Хекдеша, но мы не будем сейчас это обсуждать. Отделение, да, то есть вы отделяете классические, когда вы делаете Кедуш, Давид, в пятницу и в субботу. Да, но Истору вы делаете в пятницу, в субботу утром, это по постановлению мудрецов, вы делаете, да, Кедуш, когда начинается день субботы, и праздники, надеюсь, вы делаете Кедуш, то есть вы отделяете эти дни, да, а там Агдиш, это Ямимайля, да, вы их отделяете, правильно? И если вы, так сказать, отделяете их правильно, то вы надеетесь, что будет в некотором смысле, вы почувствуете присутствие Всевышнего, да, это Мишкан, да, а, например, в субботу есть такое понятие Нешама Итера, как бы дополнительная душа, да, я не буду в это входить, но это некий, наверное, если атмосфера суббота, мудрецы говорят, суббота Мейнула Мабаб, как 60-я часть, это, не нужно заниматься математикой, что это 60-я, там, а не 59-я или там 61-я, это аллегорическое понятие, маленькая частица будущего мира, да, а в празднике у вас есть симхат, у вас есть определенная радость от связи, от выполнения заповедей Всевышнего, да, это некая духовная атмосфера, то есть вы делаете что-то, вы отделяете этот день, Всевышний добавляет вам духовность, опять же, вы освящаете праздники, суббота существует сама по себе, но вы добавляете святость, я не буду это обсуждать, в чем разница, да, Микадеша Шаббат в Исраиль в Азманим, тем, кто знает это место в Талмуде, это не наша тема, да, но Мишкан происходит от слова Шахэн, да, что такое Шахэн, сосед, поэтому, вы знаете, Рэбби Микоцка спросили, это стала крылаткой фразой, где же Всевышний, да, тогда уже появлялись люди, которые говорят, где Всевышний, он говорит, там, где ты даешь ему войти, да, то есть, с одной стороны, Всевышний везде, но мы существуем, наша реальность ограничена для того, чтобы у нас была свобода выбора, Всевышний там, где мы даем ему войти, но как сосед, вы знаете, если вы к соседу хорошо относитесь, то он обычно к вам хорошо сосносится, если вы адекватный человек, если вы хотите с ним рядом жить, то он становится вашим соседом, а если вы от него уезжаете, то он от вас отдаляется, как бы это аллегория Всевышнего, да, как цельха альядна минехау, Всевышний как твоя тень, да, то есть, как, да, если человек идет в одном направлении, то тень и как бы в одном направлении, в другом, в другом, то есть, как бы это зависит от нас, если мы делаем один шаг, то Всевышний делает другой шаг. Хорошо, это кажется такая интересная дроша, но как это отвечает на вопрос, что мы из этого учим. Есть очень интересный Раши, который, Раши это комментарий на Тору, да, Рабишлома Ицхаки, и 11 века, и он, так сказать, на основании Талмуда, Гмары в тракте Сан-Ядрин, приводит следующий комментарий. Скажено в 25 главе, в 9-м предложении, в 9-й пасуке, там сказано все, что они должны делать, Нужно сделать табернакл, вот это, мешкан, и все его сосуды, в соответствии с образом шатра и теми образами предметов в нем, как переводят здесь на хороший русский язык, который я показываю тебе, и, так они это переводят, и дальше сказано вэхэнтаасу, это два слова, вэхэнтаасу, и так вы будете делать, да, и Раши говорит вэхэнтаасу, ледород, ледород, в будущих поколениях. Какая в этом проблема? Проблема такая, что, когда делали мешкан, Давид? После получения цары в пустыне? Да, да, в пустыне, и потом его больше никогда не строили, строили храм, правильно? Потому как можно делать его в ваших поколениях, тем более, что, мы как видим, большинство поколений еврейского народа не жили в эпоху храма или мешкана, так получилось. Как же можно в нашем поколении это делать? Да, вы понимаете вопрос? Да. Более того, стенки мешкана, все эти полотнища, их уже не делали, когда был построен храм, даже уже во времена первого храма не делали, а стенки уже не было, когда был мешкан в шило, 30-59 лет, и ковчег его вообще делали один раз, да, то есть, как раз, что тут скажем, может сказать, что-то сломается. По описанию ковчега, ковчег был над естественной структурой, он носил тех, кто его переносили, он как бы лошаях, он не ломался, да, зачем это нам было сказано. И Раши сначала приводит очень национальное объяснение. Он говорит, «Им ювады хад миакелим», если потеряется один из сосудов, да, и мы знаем, к сожалению, из-за ошибок евреев, мешкан в шило был захвачен филистимлянами, я говорю про древних хилистимлян, это описано в Навиим, да, в книге Шофтим, и, извините, в книге, да, в книге Шофтим, и, как мы знаем, храм был разрушен, да, и, извините, это в книге Шмуэля описано, как перестимлялись, захватили мешкан, и храм был разрушен, и, соответственно, эти сосуды исчезли, и это может быть украдено Ватиканом, мы не знаем, какие-то копии настоящие, но в любом случае, каждое поколение не делает эти сосуды, почему сказано в ваших поколениях, да, и Раша еще приводит мнение о Шита Асуле Клей Бейту Ламимле, так вы будете делать дополнительные сосуды в храме, и, действительно, часть этих сосудов делалась в храме, например, в храме было больше одной миноры, есть, например, известное разногласие, как шли ветки миноры, да, они шли, как Раш говорит, Баалахсон, как мы понимаем, под углом 45 градусов, как, например, миноры Хабада, вы видели, они всегда идут 45 градусов, по, так сказать, чертежу Рамбама, это не в галактической части, его комментарии на Мишну, и, или они идут, так сказать, полукругами, как на гербе государства Израиль, которое снято с аркетита, и так археологически многие данные показывают, например, на светильниках еврейских, например, мнение Венезра, и есть два мнения, да, но нужно делать, да, то есть мы, вот сейчас сделана модель в старом городе, да, она сделана с полукругами, этими ответвлениями, по мнению Эвенезра и т.д. Замечательно, но Рашид дальше говорит, это логично, но, опять же, это не во всех поколениях, это очень редко, и это не относится к стенкам, не относится к корону, так сказать, к ковчегу. Он говорит, И здесь сказано, и будете делать, да, то есть не просто делайте, и намекает, как здесь Раша говорит, в будущем, в будущем будете делать. И кроме, так сказать, простых пшата, которые приводят Раши, есть дополнительный подход, который уже отражается в переводе Торы на арамейский язык, в одном из переводов, который приводит очень многие комментаторы. Собственно, сама Тора в пшате говорит, Шаханти Батухам, я буду пребывать среди них. Это суммируют очень многие комментаторы, например, из относительно современных комментаторов Мальбим. Это ясно говорит о том, что Мишкан, это то, что каждый человек строит в своем сердце. Сфорнук говорит, что Менура символизирует, собственно, это Талмуд говорит, и Навиим это говорят, что Менура символизирует различные области мудрости, как они между собой сочетаются, Шухан символизирует материальное благосостояние человека. Откуда мы это знаем? Талмуд говорит, что в любое время, когда вы молитесь, молитву Шмуна Исре, если вы стоите на восток, представьте, что, допустим, вы обращаетесь на восток, допустим, где вы, то есть, если вы в Израиле, вы можете молиться в другую сторону, по направлению к Иерусалиму, и в Иерусалиме, по направлению к храмовой горы. Допустим, вы молитесь на восток, вы должны посмотреть, где у вас юг и где у вас север, да, и если вы обращаете, склоняете голову в сторону, где вейхали, в зале храма стоял Шулхан, то Всевышний будет давать вам материальное благословение, а если вы будете обращать голову в сторону, как сказать, Яцпин, в северную сторону, да, материальное благословение, а в сторону Миноры, то, по-моему, южная сторона, то Всевышний будет давать вам мудрость. То есть, какая связь, казалось бы, это все исторические вещи, уже нету Миноры, нету этого Шулхана, мы, так сказать, храма нет, почти две тысячи лет, нет, и Талмуд намекает это духовное понятие, которое человек строит в сердце, то есть, физические предметы были символами и, как бы мы сказали, кондуит, да, проводником некой, неких идей и некого божественного благословения. И я бы хотел еще отметить, что есть разногласия, очень, так сказать, знаковая между Маймонидом и Нахмонидом, двумя великими решуним, мудрецами времен раннего средневековья, относительно того, что является сердцем, главной частью Мишкана, да, например, Маймонид считает, что основой Мишкана и храма является жертвенник, мезбех, потому что это Макома Вуда, служение Всевышнего, служение Всевышнего, как было, так сказать, через жертву, через молитвы с ними связаны, в наше время это молитвы символизируют и т.д. И поэтому Маймонид не приводит в своем кодексе из списка Митсвот отдельную заповедь о строительстве ковчега, да, аронокодыш, да, то есть там, куда клали, скрижали, нету отдельной заповеди его строить. На что это похоже, для того, чтобы был храм, в нем нужен ковчег, для того, чтобы, так сказать, он полностью функционировал. В втором храме его не было, это был, так сказать, полуфункциональный храм, не полностью, так сказать, достигший своей святости. Я истил в Муде мнение, что ковчег был спрятан внутри храмовой горы под святая святых, и поэтому его влияние было и на второй храм тоже, и до сих пор есть, поэтому нужно очень осторожно не ходить, например, так сказать, не входить в это место, где была святая святых, и т.д. и т.п. Но нету заповеди отдельно его делать, да, и, конечно, нету заповеди делать в будущих поколениях, это мнение Маймонида. Мнение Нахмонида совсем противоположное, он говорит, что есть заповедь строить ковчег, и более того, ковчег, как он много раз повторяет в комментарии Тори, это основа Мешкана, потому что основа Мешкана, жертвенник важен, но что самое главное, это принесение шхины, божественного присутствия в этот мир, которое символизировало святая святых и ковчег, и поэтому Нахмонида говорит, что цель творения выполнилась, когда евреи построили Мешкан, и туда спустилась шхина, и это так сказать две грани истины, да, и как бы каждый раз, когда мы выполняем заповеди, да, когда мы молимся, да, мы в некотором смысле строим Мешкан, каждый раз, когда мы растем духовно, мы как будто вытачиваем эти балки вокруг Мешкана, которые были тоже по направлению роста их нужно было, поэтому их помечали, одна из причин, почему нельзя писать в шаббат, да, и, например, отсюда мы, откуда мы знаем, что улав нужно держать, как он растет, да, дарагдилату, вот, так сказать, из этих балок мы учим, и каждый раз, когда мы делаем что-то, мы учим Тору, да, мы приносим святость в этот мир, то мы строим некий, некий кодыш о кудашим, мы увеличиваем присутствие Всевышнего в этом мире, мы даже говорим браху, и это два аспекта, да, Нахманит даже говорил такую вещь, что, как бы, в некотором смысле, Синайское Откровение не закончилось, а в некотором смысле Синайское Откровение продолжалось в кодыша кодашим, да, и каждый раз, когда мы учим Тору, мы связываемся с этим, и видите, сколько мы учили из всяких деталей Мишкана, и я только еще хочу сказать, что Ковчег, у него были Медотш в рот, у него не было полных, там всегда была половина локоть, вот там половина локтя, что-то такое, не было полных чисел, когда его размеры указываются, почему, потому что нельзя, человек, который говорит, я все знаю, да, говорит, новый Тол, он, так сказать, самодоволен, он думает, что он знает всю Тору, он, на самом деле, не очень продвинулся в ее изучении, и не может, как знаете, переполненный стакан не может получать больше жидкости, так, который очень, так сказать, самодоволен, он высокомерен, он не может получать Тору, в то же время, Шулхан, у него были и полные, и неполные меры, и тоже комментаторы говорят, что с одной стороны, знаете, пусть все будет, пусть чего-то не хватает, человек должен знать, что в вопросах материальных им нужно иметь хорошую материальную базу, я бы так сказал, чтобы были полные меры, но знать, что всегда чего-то не хватает, я бы так это объяснил, смотреть на это спокойно, это наше существование материальном мире, ни один человек в материальном мире, говорят наши мудрецы, не достигает всего, что он хочет. Если у человека есть 100 долларов, он хочет 200, так экспоненциально. И опять же, если мы будем смотреть на многие другие детали Мишкана, мы можем понять и выучить другие дополнительные идеи. И так, мне кажется, так, к моему скромному пониманию, можно на это смотреть. Действительно, это Гзирата Котов, Тору уделяет этому огромное-огромное место, потому что, согласно Маймониду, очень важно Абуда, чтобы мы служили Всевышним во всех деталях, очень важно. И согласно Нахмониду, Рамбану, очень важно, чтобы мы построили этот кодыша Кудашим в своем сердце, которое бы привносило присутствие Всевышнего в этот мир. Спасибо.